Всем привет! Меня зовут Анна Красовская и сегодня предлагаю приготовить сочни с творогом. Сочни один из моих самых любимых десертов. Я очень люблю всю выпечку с творогом, поэтому покажу вам достаточно простой и быстрый рецепт. Сначала будем готовить тесто. Для теста нам понадобится мука, масло, сметана, сахар, яйцо, а также соль и разрыхлитель. Также нужно немножечко запастись терпением, потому что после того, как мы приготовим тесто, ему надо полежать в холодильнике, где-то примерно час-полтора. Ну что, начнем готовить тесто. Масло взбиваем с сахаром. Взбивать будем веслом. Насадка весло, она для теста. Для того, чтобы не поломать миксер, первое, масло должно быть комнатной температуры, а также правильная насадка, не венчик, а весло. Просеем муку и разрыхлитель. Если вы пользуетесь стационарным миксером, то проверяйте, пожалуйста, стенки дежи. Чистите их силиконовой лопаточкой. Мы взбили масло с сахаром. У нас масло побелело и, в принципе, масса увеличилась в объеме. Теперь мы добавим яйцо. Выливаем яйцо. Начинайте всегда взбивать с маленькой скоростью, и потом немножко ее увеличивайте. Нам важно, чтобы вся масса стала единой. Если температурный режим правильный, то тогда у вас тесто быстро соберется в единую массу. Если масло было холодное или было очень холодное яйцо, тогда у вас не получится единое масса. Поэтому температурный режим очень важен, следите за ним. Добавляем соль. Сметану. Аккуратненько перемешиваем. Потихонечку добавляем муку. Здесь очень важно, чтобы мука не сильно затянулась. Поэтому мешайте не очень долго. Как только тесто стало собираться в комок, останавливаем миксер. Дальше я буду собирать его уже лопаточкой. Вот смотрите, тесто готово. Оно отходит от лопаточки и, в принципе, собирается в комок. Упаковываем его, желательно в пленочку заворачиваем, и на полтора, ну где-то на час-полтора отправим его в холодильник. Тесто для сочни у нас полежало в холодильнике полтора часа, поэтому сейчас начинаем готовить начинку. Для этого нам понадобится 300 грамм творога. Я взяла фермерский творог, жирный, 9%. Мы туда добавим сахар, сметану, ванильную пасту. Что такое ванильная паста? Это ваниль, просто в, так скажем, неком переработанном и удобном виде. Если у вас под рукой нет ванильной пасты, вы можете использовать, взять икру в ваниле и добавить. Либо можно взять еще ваниль сухую с натуральной ванилью. Только, пожалуйста, не используйте ванилин, потому что ванилин – это не ваниль. Мешаем. Дальше нам нужно будет добавить один желток. Размешали. И мука. Начинка готова. Теперь нужно будет раскатать тесто. Не раскатываем очень-очень тонко, средней толщины, потому что все-таки сочник, там достаточно много теста. Для того, чтобы вырезать сочник, я взяла бокал. Нам нужно вырезать кружочки. Очень важно, чтобы, когда сочник попали в духовку, она уже была горячей. Духовку разогреваю до 200 градусов. Буду печь их примерно 15 минут, а потом температуру сделаю немножко ниже, где-то примерно 180 градусов, и еще 10 минуточек. Раскатываю его, чтобы это был не кружочек, а овальчик. Совсем чуть-чуть. Такой овальчик. В серединку выкладываю творожную начинку и закрываю вторым слоем. Выкладываю на противень, на силиконовый коврик. Если у вас нет силиконового коврика, не страшно, можно просто выкладывать на пекарскую бумагу, но не на фольгу. Помажем наши сочни сверху глазурью. Для этого нам нужен желток и немного воды. Взяли кисточку и аккуратненько их помазали. Сочни готовы. Теперь переложим их на тарелочку. Посмотрите, какие замечательные, румяные, сочни у нас получились. Они очень вкусные, нежные, просто волшебные. Если вам понравился этот рецепт, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok